Дом культуры Ульяновского автомобильного завода В базе будет создан новый культурно-технический центр «Патриот». Согласно концепции, центр будет включать в себя музейный комплекс, основанный на фондах музея-автозавода, и детский технопарк с несколькими клубными объединениями. Творческие коллективы, ранее занимавшиеся в учреждении, будут продолжать работу в штатном режиме. Министерство искусства и культурной политики и Центр народной культуры Ульяновской области заложено средство в размере 4,5 миллионов рублей на создание проектно-сметной документации и дальнейшую разработку пошаговых действий по ремонту и восстановлению Дворца культуры автомобильного завода. Регион готовится к старту другого грандиозного проекта – реконструкции музея-заповедника, усадьбы Дениса Давыдова в селе Верхняя Маза Радищевского района. Дом прославленного гусара, прожившего последние 9 лет своей жизни в Симбирской губернии, восстановят по единственной сохранившейся фотографии. А в качестве примеров реставраторы собираются использовать усадьбы Сергея Аксакова и Михаила Вермонтова. Такая современная форма музейного объединения, которая позволяет во всем объеме. Во-первых, это загородное и природно-ландшафтное объединение. И вот как раз ландшафт, который сохранился в Верхней Мазе, он будет нам очень большим подспорьем в раскрытии этой незаурядной личности. Модернизация ожидает и районные библиотеки. Их работу планируют переформатировать, прибавив к основному понятию слово «модельное». Модельная библиотека – это типовая форма работы муниципальной и публичной библиотеки. Не просто смена вывески, а переориентация деятельности на интересы населения. На создание подобных библиотек предусмотрено 2 миллиона рублей. На эти деньги будет открыто 4 модельные библиотеки. Одна библиотека в Старокулаткинском районе, Старозеленовская, Троицко-Сунгурская в Новоспасском районе и две библиотеки в Радическом районе, Ореховская и Адойщинская. Каждая библиотека таким образом получит 500 тысяч рублей. На эти деньги будет сделан ремонт библиотеки, будет приобретена новая мебель, компьютерное оборудование, 2 комплекта оборудования и новые книги и диски для пользователей. Учреждения будут обеспечены набором материальных и информационных ресурсов. Своим оптом с новичками готова поделиться первая модельная библиотека в поселке Мирном Чердоклинского района. Ежемесячно читальню посещают около 2000 жителей. Для небольшого поселения сумма внушительная. Мы полностью оснащены новой техникой, новой мебелью, новыми комплектами книг. То есть у нас вводятся новые формы мероприятий. И соответственно за счет этого у нас увеличилась и читаемость, и книговыдача, и посещение населения. На все эти действия уже предусмотрено финансирование со стороны региональной власти. Всего в бюджете на следующий год на культурную сферу заложено 680 миллионов рублей. Дарья Сударева, Юрий Конихин, Новости Ульянской правды.